Приветствую вас, Дмитрий. Я думаю, что есть что-то ещё в вашем рассказе, о чём вы нам всего ряда причин, как мне кажется, не рассказали. Есть ещё некоторые детали всей этой истории, о которых вы умолчали. Не специально, не подумайте, пожалуйста, ничего плохого. Я не обвиняю вас, я просто говорю о том, что есть вы, есть ваше отношение к маме, есть сигареты. А, ну, то есть есть привычка курить, да, никотиновая зависимость, которая, в принципе, ну, у нас вот не считается, как бы, не считается такой прям фатальной зависимостью. Ну, наравне с алкогольной или наркотической, или игровой зависимостью, да, это никотиновая зависимость, это очень такая лёгкая. Понятно, что есть достаточно тяжёлая форма этого, но в большинстве лучше, в принципе, находится где-то в пределах нормы. Так вот, есть вы, есть ваше отношение к маме и есть сигареты. И вот эти вещи, вот эти моменты, вещи не совсем правильно было бы сказать, эти моменты как-то связаны между собой. То есть для вас почему-то было предметом гордости, что ваша мама не горд. Вот почему-то это стало для вас предметом гордости, то есть сигареты вы вкладывали и продолжаете вкладывать какое-то значение. Какое-то значение. Я не знаю, что здесь, может быть это страх какой-то, ну, ну, например, там, страх заболеть онкологией из-за сигарет, хотя прямой связи как бы нет. То есть, ну, есть люди, которые курят всю жизнь болеют, есть люди, которые не курят и болеют, то есть как бы тут связи нет. Понятно, что курение здоровья не добавляет, но как бы связи с тяжёлыми заболеваниями онкологическими, точнее, насколько я знаю, нет. Болезни лёгких, да, но здесь, опять же, это всё идёт сопутствующее, да, то есть либо здесь страх есть, либо есть стыд, либо есть вытесненное желание курить, которое вы себе подавляете, вероятно, потому что ваши родители могли говорить вам, что курить плохо, но сами при этом курили. И вот это божество речь, оно могло в вас закрепиться. Я не знаю всей истории, возможно, и скорее всего там всё более сложно, и то, о чём я говорю, это всего лишь предположение, это всего лишь какие-то мои догадки, вот. Но мне кажется, что вы сам по себе человек, Дмитрий, такой мнительный, тревожный и неуверенный, может быть, в себе, вот. Мне почему-то показалось, что вы единственный ребёнок в семье, ну, вы ничего не пишите про своих братьев и застёра, но мне почему-то показалось, что вы ребёнок в семье единственный. Ну, понятно, что это, что я в этом не уверен, это понятно, что, может быть, это ошибка, но вот мне так показалось. Мне кажется, вас в каком-то смысле гиперопекают, вот, и это очень важный момент. Может быть, у вас вообще в семье отношение к сигаретам достаточно особое, понимаете? То есть, вот, штука в том, что я ведь тоже родился и вырос в семье курящих. Тут у меня, как бы, дед курил, курил отец, курил и курит, вот. И мама тоже курила, хотя она никогда в открытую этого не делала. Она отказывалась, до сих пор отказываться, вот, что курила. Так вот, я в жизни имел, как бы, дело с запахом сигарет, вот. Да, как-то это просто ровно, то есть, я на этом внимание не застряю, потому что этому не придавалось какого-то особого значения. Внимание моё в детстве на этом не застряло. У вас же, как мне кажется, на этом застряется внимание. И вы вот этот, вот этот контекст некоторый, сигарет, переняли. И отсюда у вас страх. То есть, ты сделал здесь не в сигаретах, а в том, какое значение сигарет и табакокурение вы чувствуете, когда взаимодействуете. Условно говоря, каким образом у вас связана гордость за маму и разочарование в ней с сигаретами? И откуда у вас страх? То есть, это обязательно что-то плохое? Мне кажется, немножко... 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 Тамонадеренно... А... Ну... С... С... Свя... С... Ээ... Сводить... Ценность... Человека... К тому... К reason, он курит или нет. Вот, так, так, на этом всё, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен, я желаю вам всего самого доброго, но советов психологи не дают Дмитрию, поэтому нужно с вами поработать для того, чтобы лучше понимать, как обстоят у вас дела и что действительно являются проблемой. Я желаю вам всего самого доброго, я надеюсь, что вы позитиваете некий отклик на мой ответ и это послужит началом для плодотворной работы.